В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Вернуть из-за границы власти объявили о всесторонней поддержке проектов с трансфером иностранных технологий. Компенсация семьям глава Башнефти озвучила размеры выплат родственникам погибших при взрыве на Уфа-нефтехиме. И международное сотрудничество Италия построит в Башкортостане крупный комплекс по производству мяса. Башкортостан наряду с другими регионами страны ведет поиск проектов, предполагающих трансфер иностранных технологий и их локализацию на территории России. Работа организована совместно с Центром мониторинга развития промышленности и Агентством по технологическому развитию. Подобранным проектом окажут все существующие меры господдержки, включая помощь таких институтов развития, как Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр, корпорация МСП и других. Предполагается, что это позволит удержать или вернуть обратно технологии, которые были упущены. Технологии, вот сейчас тренд на такое, что это нейронет, это аэронет, это те технологии, которые позволяют, ну скажем, сделать технологический рывок. Это вот сейчас идет технология 3D принтеров, наверное, вы слышали, экзоскелеты, это когда помогают инвалидам передвигаться, это дроны так известные, да, то есть всевозможные информационные технологии. То есть сейчас в России это все закупается за рубежом. Агентство по развитию технологий должно будет заключить не менее 50 соглашений по трансферу технологий и 10 по локализации. Объем инвестиций в эти проекты должен составить не менее 3 миллиардов рублей. Семьи погибших при взрыве и последующем пожаре на заводе УФА «Нефтехим» получат возмещение в сумме более 8 миллионов рублей каждая. Об этом рассказал президент Башнефти Александр Корсик телеканалу БСТ. Глава компании отметил, что страховые выплаты будут в размере 4 миллионов рублей на семью. Помимо этого Башнефть заплатит сумму, которая больше, чем страховые выплаты. Напомню, в минувшую субботу из-за ЧП на УФА «Нефтехим» погибли 6 человек. Двое находятся в больнице. Что касается экономических потерь, Башнефть из-за аварии теряет около 2000 тонн топлива ежедневно. Однако, отметил Корсик, это незначительные цифры в общем объеме. И это никак не повлияет на выполнение обязательств перед поставщиками. Также случившееся никак не повлияет на процесс приватизации компании, отметил глава Башнефти. Еще два проекта, которые реализуются в Башкортостане, пополнили перечень приоритетных. Об этом сообщает Министерство экономического развития республики. Проект развития овцеводства в Зянчуринском районе на базе сельскохозяйственного предприятия «Маяк». Объем инвестиций в него оценивается в 360,5 миллионов рублей. Также преференции от государства в виде налоговых льгот получит проект по строительству элеватора в селе Маячный, который расположен на территории Кумертау. В его возведение и запуск направят 1,4 миллиарда рублей. Завершить комплекс планируют уже в следующем году. Таким образом, на сегодняшний день перечень приоритетных инвестпроектов Башкортостана включает 61 проект. Объем инвестиций в их реализацию оценивается в 400 миллиардов рублей. Количество новых рабочих мест составит более 20 тысяч. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро подорожали. Курс американской валюты по отношению к российской увеличился на 31 копейку, 63,73. Европейская подорожала на 60 копеек и сегодня оценивается в 70 рублей 30 копеек. Лучшие обмены курса на данный момент – покупка и продажа доллара в Россельхозбанке за 64,05 и 64,58 соответственно. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Акбарсбанке за 70,55, по продаже в Россельхозбанке за 71,18 рубля. Итальянская группа компаний Кремонини построит на территории Башкортостана комплекс по производству мяса крупного рогатого скота. Об этом в Уфе заявили представители итальянской стороны. Объем инвестиций в новое производство оценивается не менее чем в 100 миллионов евро. Точная сумма будет известна после того, как компания определится с производственной мощностью. Власти Башкортостана готовы оказать финансовую поддержку предприятию в виде налоговых преференций. Мы осмотрели несколько хозяйств, которые работают на территории Башкортостана. Потому что в первую очередь мы должны построить с партнерами площадки для выращивания и откорма животных. А уже потом открыть комбинат в северной части республики для реализации мяса. Предполагается, что непосредственная работа по созданию комплекса по производству мяса крупного рогатого скота начнется в сентябре этого года, после очередного визита делегации Кремонини в Уфу. На сегодняшний день к нашему региону интерес проявляют еще несколько компаний из Италии. Ведутся переговоры с тремя производителями молочных продуктов, включая сыры. И я надеюсь, что в ближайшие месяцы к осеннему мероприятию мы планируем осенью опять же сделать итало-российское большое мероприятие, экономический форум с участием делегации Республики Башкортостан. Мы надеемся, что к этому времени будут озвучены конкретные результаты договоренности. По предварительным оценкам, сумма сделок или сумма инвестиций, которые может ожидать Республика со стороны Италии как по мясному, так и по молочному производству, это сотни миллионов евро. Эти и другие новости ищите на сайте rbctv.ru. Я передаю слово московской студии.